Школьные каникулы позади. Сегодня началась учебная четверть в дистанционном режиме. Многие учителя пришлось осваивать этот непростой навык о том, как происходит процесс переквалификации детей-взрослых. Репортаж Ирины Силкиной. Игровую песню «Заря зарянится». Заря зарянится, солнцева сестрица. Две сестрицы хором учат новую народную. Младшая Аксинья делает свои первые шаги в фольклорном искусстве. А вот старшая Александра уже шесть лет занимается в детском фольклорном ансамбле «Жихарка». Она лауреат первой степени многих всероссийских и международных конкурсов. И даже во время официальных каникул упросила преподавателя позаниматься с ней дистанционно. Мне очень нравится, потому что каждый раз, когда мне преподаватели присылают новые песни, мне очень весело их учить и петь. Но я очень скучаю по своему ансамблю. А вот учителям скучать некогда. Самое время осваивать навыки преподавания онлайн. Галина Назарова – заслуженный учитель России. За ее плечами – полувековой стаж преподавания математики. Но в свои 70 с хвостиком Галина Михайловна сама села за парту, а точнее за компьютер. Только теперь ее обучает собственная дочь. А у меня что-то не получается. Приходится ее срочно вызывать, чтобы она помогла. Мы не можем стоять. Ребята должны учиться. Елена Назарова – преподаватель информатики. И теперь среди ее учеников числятся ее коллеги. Ежедневно в онлайн-конференциях она объясняет учителям русского, математики, литературы, как же правильно построить свою работу дистанционно. Еще раз доброе утро всем, кто к нам присоединяется. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте, социальные сети открывают почти безграничные возможности не только для общения, но и для обучения. Елена рассказывает, что дети, как передовое поколение, часто сами предлагают учителям удобные площадки и платформы. Что еще интересного есть из цифры, что можно было привнести в урок в совершенно любой предметной области. Елена и сама теперь пробует новые методики. Например, чтобы удержать внимание перед экраном самых юных своих учеников, она завела суперпомощника. Новый герой наших сегодняшних занятий поможет нам осваивать просторы огромного интернета. Дистанционное обучение нагрузка не только для учителей, но и для родителей. Им, то есть нам теперь приходится самим успокаивать, не по свету и объяснять, что нахождение дома не повод для безделья. Переход к формату дистанционного образования обнажил и ряд проблем технического характера. Например, выяснилось, что из 118 тысяч учащихся в регионе, у 7 тысяч нет необходимых средств связи. Мы договорились с школами, что школы будут передавать имеющуюся технику на период дистанционного обучения, и в том числе каникулярного, где очень плохо с интернетом. Есть сотовая связь, и педагог посредством сотовой связи дает задание ребенку, ребенок их выполняет, и таким же образом назад возвращает информацию о выполненных заданиях. Одна из самых обеспокоенных категорий учащихся – выпускники. У Дарьи Пузиковой на примете несколько университетов, и почти все за пределами нашего региона. Самый большой, наверное, страх – то, что из-за карантина могут ограничить список городов и вузов, куда можно поступать. Плюс сложнее себя заставлять, можно сказать, потому что школу или к репетиторам человек ходит на ночном времени, по определенным дням в неделю, а здесь ты сам себя организуешь. Как бы то ни было, дистанционное обучение – новая и неотъемлемая часть нашей сегодняшней жизни, по крайней мере, на ближайшие месяцы. А в качестве послабления сроки сдачи ЕГЭ в этом году перенесены с 25 мая на 8 июня. Государственная аттестация девятых классов пройдет 9 июня. Ирина Силкина, Александр Шиков, Дамир Губеев, Елена Зьяченко, Елена Гончарова и Денис Силкин. Вести. Ульяновск. Субтитры создавал DimaTorzok